Всем привет! Сегодня у нас еще один рецепт бисквита для торта. Шоколадный бисквит на кипятке. Такой бисквит всегда получается вкусный, высокий, пористый. Готовится довольно просто. Тесто можно замешивать обычным венчиком, без миксера. В миске смешиваем 250 грамм пшеничной муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, 1 чайная ложка это 5 грамм, и 1 чайную ложку соды. Добавляем 50 грамм темного несладкого какао. 50 грамм это примерно 4-5 столовых ложек. Все тщательно перемешиваем венчиком. Затем в миску выбиваем 2 яйца. К яйцам добавляем щепотку соли и 200 грамм сахара. Все взбиваем миксером в белую пышную массу. Ну, как я уже сказала, тесто для бисквита можно замешивать обычным венчиком. Миксером получается быстрее и удобнее. Масса хорошо увеличилась в размерах, побелела. И теперь добавляем сюда экстракт ванили или ванильный сахар, 80 миллилитров молока комнатной температуры и 80 миллилитров растительного масла без запаха. И еще раз перемешиваем миксером. Взбивать не нужно, а просто перемешать до однородной консистенции. И теперь начинаем просеивать все рассыпчатые ингредиенты. Муку, какао, разрыхлитель и соду. Просеивать нужно обязательно, чтобы не получилось никаких комочков. Сначала немного перемешиваем венчиком, чтобы мука никуда не разлеталась. И затем перемешиваем миксером. Вмешиваем муку частями, не всю сразу. Одновременно ставим кипятиться в воду. Понадобится 150 миллилитров кипятка. Кстати, вместо молока можно использовать только кипяток. И добавляем кипяток в ранее замешанную массу. Еще раз перемешиваем венчиком. Кипяток поможет растворить все кусочки, крупиночки. И также он нам заварит тесто. Вот такая консистенция должна у вас получиться. Тесто получается жидкое, но не смущайтесь, так и должно быть. Подготавливаем форму. Размер моей формы 18 сантиметров диаметром. Я ее уплотняю хорошо фольгой. Фольгу я сложила вдвое. Смазываю дно формочки растительным маслом. Перемешиваю тесто еще раз. И выливаю его в форму. Духовку уже нужно разогреть на 180 градусов. Форму немного пристукиваю, чтобы вышел лишний воздух. И отправляю запекаться тесто примерно на 40-50 минут. Чтобы шапочка не слишком сильно поднималась, я прикрываю форму фольгой. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Даем бисквиту немного остыть и затем достаем его из формы. Посмотрите, какой красивый и высокий получился у нас бисквит. Даем бисквиту полностью остыть и затем заворачиваем его в пищевую пленку. И убираем в холодильник отлежаться на несколько часов, а лучше на ночь. Затем достаем, убираем пищевую пленку. Убираем шапочку. Сейчас я вам покажу, какая получилась текстура. Это какая-то прелесть. Получаются такие бисквиты очень-очень вкусные. И очень красивые, пористые. С приятным вкусом и цветом. Разрезаем бисквит на нужное количество коржей. И используем для приготовления шоколадных тортов. А можно просто нарезать бисквит на кусочки и отпробовать с чаем. Если такой рецепт вам понравился, то пишите мне ваши комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем желаю удачной выпечки и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория. Субтитры создавал DimaTorzok